Очаков ТВ представляет Вы играете на гитаре? Нет, держу А играть умеете? Нет А зачем вы ее держите? Учусь Ну давайте, я посмотрю, как вы учитесь Я держу ее только Давайте, возьмите ее правильно и попытайтесь что-нибудь сыграть Вы бабушке своей приказываете, а я сам Я не приказываю, это же логично просто Так вы скажите, пожалуйста Если в спектакле висит рузье на стене, значит оно выстрелит, правильно? Скажите, пожалуйста Нет, ну это же логично, что если вы сидите с гитарой, значит вы играете Логично сказать, пожалуйста Для чего? Ну, культурно так Если вы скажете мне вот так вот, это называется приказ Ну я вас пошлю просто нахер Я понял Хорошо, слушайте, я здесь вообще беседую о войне между Россией и Украиной Вы готовы поддержать беседу? А что у нас, война идет? Война идет, прикиньте Между народами России и Украиной? Между странами России и Украиной Вы ответе на мой вопрос, между народами Украины и России? Между странами России и Украиной Между странами России, а вы объявили войну? Что еще раз? Вы объявили войну кому-нибудь? Нет, необъявленная война идет не объявлена? война не объявлена вы сами себя слышите? а вы считаете, что не бывает не объявленных войн? вы ответили на вопрос вы слышите, что вы сами да, да, я слышу, а теперь вы ответите на мой вопрос не бывает не объявленных войн, вы считаете? вы ответили на мой вопрос так я же вам ответил нет, вы ответили вопросом хорошо, задайте еще раз вопрос вы сами себя слышите? я отвечаю на ваш вопрос Да, я сам себя слышу Теперь я вам задаю вопрос Войн не бывает не объявленных? Я вам ответил, да, я себя слышу Вы объявили нам войну? Так я же вам сказал, нет, не объявили Вы что, плохо слышите? Почему? А не бывает не объявленных войн? Нет А почему Советский Союз не объявил Гитлеровской Германии войну? То есть это не война была? Меня не волнует Советский Союз А, вас не волнует Советский Союз Вы знаете, что Советский Союз тоже не объявил Гитлеровской Германии войну? Блин, да что вы Вы сейчас говорите, что вы на Советском Союзе Вы про себя скажите Не, а как вы думаете Почему Советский Союз не объявил Гитлеру войну? Юноша Вы себе говорите Что вы про Советский Союз Что вы сразу туда Я вам привел это как пример Вашей недалекости Да, мне не волнует пример Не, смотрите, я же вам привел пример Вашей недалекости, понимаете То есть только недалекий человек Считает, что необъявленных войн не бывает Что если не объявить войну То это не война Я вам привел как наиболее яркий пример Прошлого века Даже, 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 даже не прошлого века А наиболее яркий пример Вообще существование человечества Понимаете Когда Советский Союз в Германии Войну не объявил Понимаете Но тем не менее Ведь это была война или нет А вы меня не знаете Поэтому о моей далекости Или высокости По вашему рейтингу Не вам судить Понятно? Я сужу по вашим высказываниям Да не надо судить По моим высказываниям А по чьим высказываниям По моим судить О вашей недалекости Как это возможно? Нет Это ваше высказывание Недалекость Во-первых, такого слова есть Нет Недалекость Нету, да, такого слова? Ну А Советский Союз Объявил Германию войну Как вы думаете? Да Да меня не волнует Советский Союз и Германия А, вас это не волнует То есть самая большая война За всю историю человечества Вас не волнует Серьезно? А кто там участвовал? Ой, там участвовали Много десятков стран Стран, да? Стран Стран Стран, да В Великой Отечественной войне Много участвовало стран Во Второй мировой войне Много, много стран Нет, подождите Подождите Вы сказали В Великая Отечественная война Участвовала много стран Да, смотрите Давайте тогда с определениями разберемся Значит, Великая Отечественная война Войной вы называете ту часть Второй мировой войны, когда Советский Союз воевал с Гитлеровской Германией. Не занимайтесь казуистом. Не-не, подождите, подождите. Так вот, когда Советский Союз воевал с Гитлеровской Германией, тот период, который вы называете Великой Десятой войны, это часть Второй мировой войны. Вот в этот период с Гитлеровской Германией воевало очень много стран, десятки стран. И на стороне Гитлеровской Германии тоже воевало, знаете, довольно немалое количество стран. Заткнись, послушай меня. Вы меня слышите, нет? Вы сказали. Вы меня слышите или нет? Вы слышите отечественную войну. А, ну понятно, он выключил звук, понятно. Он выключил звук, он думает, что я его буду слушать. Он дурачок, понимаете, потому что когда вот таким дурачкам говоришь, что, говоришь Великая Отечественная война, он цепляется к этому слову. Да, Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны. Называете десятки стран в Великой Отечественной войне? Да, совершенно верно. Да, называйте. Какие страны принимали участие? Все европейские страны. Нет, в Великой Отечественной войне. Да, да, да. В Великой Отечественной войне. Да, 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 да. Я про это и говорю. Не во Второй Великой Отечественной войне. Как во Второй Великой Отечественной войне, что вы мелете? не ругайся в Великой Отечественной войне это часть внутри Второй мировой войны он не понимает элементарных вещей вы не понимаете вы не знаете что вы не знаете что период Второй мировой войны начинающийся с 22 июня 41 года и заканчивающийся 45 годом 9 мая вы называете Великой Отечественной войной но вот этот период который я сейчас сказал это период Второй мировой войны очерчены двумя вот этими датами датой нападения Гитлеровской Германии на Советский Союз и датой подписания Гитлеровской Германии своей капитуляции понимаете то есть вот этот период он является частью Второй мировой войны и ничто не поменялось практически не вот во время вот до 22 июня и и дальше после 22 июня и чуть-чуть то есть за все это время огромное количество стран воевало как на стороне Советского Союза помогало Советскому Союзу так и большое количество стран было вовлечено на стороне Германии и фактически отвечаю вам на ваш вопрос большинство европейских стран так или иначе были задействованы в этой войне это мой полный ответ теперь слушаю вас все включил мне звук да да конечно говори ну наконец-то так ты мне отвечаешь на вопрос какие десятки стран принимали участие в Великой Отечественной войне практически все европейские страны я только что ответил ну ты про Вторую мировую я провели Великой Отечественной войны это часть Второй мировой это отрезок времени просто который так назвали Великая Отечественная война неужели вам этого не понятно ну дурачок я же повторюсь свой вопрос давайте Великой Отечественной войне твоя фраза принимали участие десятки стран да я тебя попрошу назвать какие десятки стран принимали участие в Великой Отечественной войне вы хотите точный ответ да все давайте сейчас я загуглю вам скажу естественно это без проблем конечно какие страны даже вы знаете что даже вот я сейчас загуглю не во Второй мировой потому что Великая Отечественная была частью Второй мировой а даже загуглю Великой Отечественной сейчас без проблем скажу вам чтобы вы уже полностью обделали давайте какие страны принимали подожди подожди не гори не гори участие участие в великой тихо 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 великой отечественной отечественной войне бой не вот рассказываю вам конкретно этими сами союзниками нацистской германии были венгрия италия румыния словакия фенляндия хорватия это которые на стороне гитлеровской германии воевали вот а теперь а анти гитлеровская коалиция тихо 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 я же вас не оскорблял для чего нет я не оскорблял я не оскорблял что сейчас подойдите подойдите анти гитлеровская все ты уже спалил так я уже вам назвал много стран сторонников германии сейчас назову еще подожди понятно ты назвал десятки да сейчас назову конечно анти гитлеровская гербская коалиция что не получается все получается успокойтесь не горите не торопитесь да я не торопитесь где вы живете я вам в гости приду в гости он придет для чего для чего чай попить с вами пилимизировать знаешь никак тебя не не буду чаю не хочу тебя приглашать ну хорошо а вот все по есть есть смотри боишься войне не смотри стихо тихо 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 ответ на вопрос не ри отвечай ты такой трус спокойненько я отвечаю тебе на вопрос успокойся нет ответить на вопрос я же тебе отвечаю на вопрос я же отвечаю на вопрос кто входил в коалицию борьбы с гитлеровской германией австралия аргентина бельгия боливия бразилия великобритания венесуэла гаити гватемала гондурас королевство греция дания доминиканская республика египет индия ирак иран канада китай колумбия гостя рика куба либерия ливан люксембург мексика монголия ну и по списку блин огромное количество стран мне жалко твоих подписчиков которых ты просто которыми ты просто манипулируешь чем заключается моя манипуляция подожди я говорю что ты перебиваешь у тебя есть вопрос задали а я тебя спросил в чем заключается моя манипуляция вот и меня перебивая чем заключается моя манипуляция вот и меня перебивая я тебе задал вопрос отвечаем и ответ на вопрос чё ты меня перебиваешь отвечай на вопрос в чем заключается моя манипуляция ну не лугайся ну как и чё ты меня перебиваешь вот смотри на январь 42 года подожди на январь 42 года антигитлеровская коалиция насчитывала 26 государств 26 государств на момент 42 года антигитлеровская коалиция 26 так и еще целый ряд государств а потом подключилась намного больше кстати и еще целый ряд государств воевали на стороне германии и туго а я сказал что воевали что были втянуты в войну до воевали десятки стран но значит я сказал по сути и все верно давай повернуть если есть чем я тебя слышу я тебя слышу успокойся тогда что ты меня перебиваешь когда тогда не горит не горит не горит не горит успокойся смотри смотри я себе я себе сказал смотри я же сказал десятки стран участвовали в великой отечественной войне тебе больше нравится это название которое является частью второй мировой войны понимаешь частью второй мировой войны десятки стран и я тебе сейчас читаю вот конкретно открывай тупо википедию и читай двадцать шесть стран вторых втором году насчитывала антигитлеровская коалиция а моменту окончания военных действий с японии состоянии войны со странами оси находились пятьдесят четыре государства понимаешь сорок втором году было двадцать шесть это на стороне добра а потом пятьдесят четыре не вздумай слинять а потом пятьдесят четыре даже представляешь на к моменту окончания военных действий с японии еще целый ряд стран я тебе их прочитал они были на стороне гитлеровской германии поэтому когда я тебе сказал что в великой отечественной войне много стран где точнее десятки стран участвовали а великой отечественной это часть второй мировой войны на тот период времени который я обозначил я сказал право если у тебя есть ко мне вопросы задавай если нет я тебя пошлю нафиг и пойду дальше говори все ты меня включил звук я тебя слышу успокойся что ты не суетись чего что ты суетишься успокойся ты себя а ты чувиха что ли я тебя буду называть чувихой нет проблем слушай если ты хочешь быть женского пола нет проблем чувак успокойся все сказал не горит не горит у тебя есть у тебя есть еще вопросы еще ко мне или нет девочка если тебе есть вопросы если у тебя есть вопрос задавай мне сказать если у тебя есть вопросы да с мужчине сказать да да говори 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 задавай задавай вопрос нет две минуты эти не даю я тебе даю возможность задать один короткий вопрос конкретный и я тебя я тебе отвечу и пошлю нафиг или же и или же или же ты сам сольешься давай я тебя слушаю задавай короткий конкретный вопрос давай первым ты уже обострался полностью давай 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 ну давай ну не тяни время не гори вас не гори вас не гори не говори велика ворк не гори не гори да я не горю боже мой что у тебя есть короткий вопрос или нет вопрос есть Ну, видите, человек потерял контроль над разговором, его несет, понимаете, он переходит на личности, он переходит на другие вопросы, я ему говорю, задай вопрос, он его задавать не хочет, вместо того, чтобы задать вопрос, если его реально что-то интересует, он начинает переходить на личности и нести какую-то пургу, хотя только что я его ткнул носом, в его же собственное говно, несколько раз. И повторю еще раз, что на момент 42-го года, во время периода Великой Отечественной войны, которая является частью Второй мировой, Великой Отечественной, если тебе так нравится, на период 42-го года было 26 стран-членов антигитлеровской коалиции, 26 государств. А на момент, когда уже окончание военной деятельности в Японии, еще раз повторю, для особо понятливо, 54 страны. Тебя устроил мой ответ? Ты понял, что ты в говне сидишь или нет? Слушаю тебя. Ты мне звук включил? Я тебя слушаю. Ты понял, что ты в говне сидишь? Да я, я, нет, я не понял, что я в говне сидишь. А, ты не понял, хорошо. Я так и знал, что не хватит ума это понять. У тебя есть ко мне короткий вопрос? Я, да. Если есть, задавайся, нет, я тебя посылаю нахер. Давай, я слушаю вопрос. Хорошо. Слушаешь, не перебиваешь? Вопрос слушаю, не перебиваю. Вопрос только. Не утверждение, а вопрос, давай. Заткнись, дай мужчине что-то. Давай, говори, говори, конечно, не гори, не гори. Я понял, я понял, что я сижу с говном. Я не спросил тебя, с кем ты сидишь. Я тебя попросил задать мне какой-то короткий вопрос. Если у тебя есть короткий вопрос, я тебя слушаю внимательно. Ты чему? А, ну все, понятно. Человек слился, естественно. Он не хочет разговаривать дальше, он слился. Просто тупо слился. Вопросов у него нету. Если у тебя есть вопрос, подними руку вверх. Я тебе выключил звук. Если у тебя есть вопрос, подними руку вверх. Нету вопросов? Нету? Все, чмошник слился, короче, вы поняли, да? Чмошник слился в унитаз. Вопросов у него, естественно, нету. Потому что он понял, что его место там, куда я его макал только что мордой. Что за стекуляции? Что за стекуляции, а? Ой, чмо, блин. Ну, в общем, вы поняли, друзья. Не забываем подписываться на все мои каналы. На мой второй канал. Там ссылочки под каждым роликом есть. Кстати, ты понимаешь, да, что ты будешь на ютубе? Ты это понял или нет? Орк. Похеру. А, похеру, отлично, все. Все отлично. Мы получили согласие Орка. Он не возражает быть на ютубе, позорится. Пусть его друзья посмотрят. Я к тебе приду в гости потом. А куда ты придешь, чмо, блин? Тебе. И что? И что ты сделаешь? Я попью. Он придет ко мне. И что? Чтобы обосраться еще раз? От страха уже? Ну, вот видишь. Ой, слушай, ну, такие смешные арчилы. Он мне сейчас говорит, он придет ко мне в гости. И что ты сделаешь? Ну, ты придешь ко мне в гости. И дальше что? Захочешь получить по рогам и плача убежать, размазывая сопли? Ну, все, ладно, все, хватит. Мне его уже жалко. Он уже не знает, что сказать. Уже опозорился по полной программе. Так, все. Все, я не к тебе сейчас обращаюсь. Иди нафер. Друзья, не забываем подписываться на все мои каналы. Под каждым роликом. Вот. Особенно на мой основной канал. Там ролики я выпускаю новые тоже регулярно. Вот. И кто хочет, ну, естественно, помочь каналу так более серьезно, подписывайтесь на Patreon. Тоже ссылочки есть под каждым роликом. Ну, а вот этой Арчиле мы пожелаем немножко почитать просто тупо даже российскую Википедию. Вот. Это Арчила. Пускай пойдет почитает. Она может читать, не умеет, правда. Тут еще тоже вопрос. Вот. Ну, надеюсь, что она умеет читать. Вот. Поэтому пойди почитай свою российскую Википедию. Ты там увидишь, что такое Великое Отечественное Нашио. Это часть Второй мировой просто период вот этот. Кто был в коалиции. И что там были задействованы десятки стран. Я тебе только что их даже начал перечислять. И конкретно цифры назвал. Так что поздравляю тебя с полным обсерватором. Все, давай. Идешь вслед за русским военным кораблем. Все. Вот такие вот Арчилы водятся у нас сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.